Вертолет Вертолет АВ-1 «Стрекоза» был построен авиаконструктором Василием Яковлевичем Артемчуков еще в 1979 году. Автор собрал свой вертолет в обычном гараже. На постройку и испытания винтокрылой машины ушло в 5 лет. Это результат настойчивой и кропотливой работы. Летательный аппарат отвечает всем основным требованиям, а сама конструкция довольно легкая. Весит летательный аппарат всего 114 килограмм. Здесь установлен переделанный двигатель от снегохода «Буран» 28 л.с., но его мощности явно маловато для длительных полетов. Расход топлива 10 литров в час. Скороподъемность 3,5 секунды. Крейсерская скорость 80 км в час. Вертолет в зависимости от погодных условий развивает максимальную скорость 100-150 км в час. Автор воздушного судна для его постройки применял подручные узлы и материалы. Это и запчасти от сельскохозяйственной техники и самостоятельно сделанные детали. Крутящий момент передается от двигателя через разгонную и кулачковую муфту, цилиндрический редуктор, далее навал и основной редуктор несущего винта. Редукция 1 к 10. Автором самодельного вертолета под названием «Джидшкай» является Евгений Анциферов. И назвал он его так, потому что проживает на земле коми народа. На их языке это означает «тенец». При создании машины ставились две задачи. Проверка совпадения теории и практики. Многие узлы и детали изготовлены по простым технологиям из простых материалов. Вторая задача – научить самоделку висеть. Что получилось по первой задаче, покажет проверка. Со второй задачей машина не только справилась, но и показала, что может беспроблемно летать. Сухой вес 142 кг. Взлетный вес вертолета 240-250 кг. Двигатель Р-503, 50 л.с. Лопасти самодельные, деревянно-пластиковые. Вертолет «Хангара Коптер» с проектированными венгерскими авиастроителями оборудован силовой установкой, состоящей из одного поршневого авиационного двигателя марки «Субару G-22», способного развивать тягу и мощность в 135 л.с., что в свою очередь при легкости конструкции данного воздушного судна обеспечивает вертолету возможность разгона до крейсерской скорости полета в 110 км в час, с возможностью разгона до максимальной скорости в 135 км. Отсутствие кабины, как таковой, в некоторой степени влияет на дискомфорт при совершении продолжительных полетов. Однако данный фактор отнюдь не оказывает влияние на безопасность. Максимальная дальность полета летательного аппарата модели составляет 205 км. Стоимость приблизительно 70 000 евро. Жен-Н-H-4 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 Вертолет GEN H4 оснащается четырьмя двухцилиндровыми авиадвигателями марки GEN 125F, каждый из которых обладает собственной тягой в 10 л.с. Использование большого числа авиадвигателей связано главным образом с тем, что даже в случае отказа двух из них вертолет все еще сможет продолжать свой полет, что фактически является безопасным для пилота. Суммарная мощность силовой установки вертолета GEN H4 составляет 40 л.с., что обеспечивает воздушному судну возможность совершения перелетов на крейсерской скорости в 85 км в час, с возможностью разгона до максимальных показателей в 125. Максимальная дальность полета летательного аппарата модели GEN H4 составляет 120 км, что весьма приемлемо. Стоимость составляет приблизительно около 60 тысяч долларов. Micron – один из сверхлегких вертолетов в мире. Летательный аппарат массой 115 кг не нужно регистрировать, а для его управления не требуется свидетельство пилота. Вертолет за считанные минуты складывается, а также быстро раскладывается. На нем установлен двухтактный двухцилиндровый двигатель Rotex 503, аналог нашего мотора – RM3, от снегохода «Тайга» и «Буран» мощностью 53 л.с., но планируют использовать и другие. Вертолет развивает скорость до 120 км в час и способен преодолевать расстояние в несколько сотен километров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА